Всем привет, ребята, с вами Дречен, ты, да, вы на моём лайв-канале, и сегодня будет рубрика, которая уже многим нравится, свой, чужой и кто у нас не гей. Тематика, похоже, увидел вам, очень хорошо зашла. Новый выпуск, новые герои, свои догадки пишем в комментариях, проверяем, в общем-то, свою логику, интуицию, а я буду проверять свою. Посмотрим, кто в конце будет прав. Давайте отгадывать. Поехали! Приветствую вас. Ну, давайте. Тема сегодняшнего выпуска – сексуальная ориентация. Кто не гей? Представители ЛГБТ-сообщества, остальные гетеросексуальные. Вам представить... Ага, то есть у нас есть тогда был момент, что у нас было 5 традиционной ориентации и было 2 гея, ну или гей-лесбиянка, или 2 гея было, 2 гея. То есть есть наоборот, 5 геев и 2 традиционной ориентации. Это интереснее, то есть традиционщики, они даже будут вести себя максимально, как геи. Окей, давайте. Кто не является тем, за кого себя выдают? Свой, чужой. В комнате находится 7 человек. Пятеро из них действительно являются представителями одной группы. Но двое просто будет. Не те, за кого себя выдают. В каждом туре участники отвечают на вопрос, связанный с их темой. После чего по принципу игры в мафию выгоняют кого-то, кого-то чувство посчитало обманщика. Другие. Коротко представьтесь и расскажите, как вы осознали свою ориентацию? Меня зовут Иван, я контент-мейкер. Моя основная площадка, на которой я работаю, это TikTok. Я являюсь участником творческого комьюнити Splash. Насчет ориентации. До 14 сомневался, метался. Но к 14-15 уже полностью... Ну, знаете, TikTok и как он выглядит, может быть, и обычный пацан. Тут сложно сказать. Был уверен, что... Хотя, с другой стороны, я вот какого-то комьюнити, то есть когда уже дают какие-то вот такие вот точки, под которые можно подвязаться. И представим, что я был бы зрителем, я сказал бы, да, чувак, я тебя знаю, ты в TikTok с чуваком часто снимаешься. Ну, то есть когда даются такие вот детали. То моя сексуальная ориентация нетрадиционна. Как это называют в нашем мире? Я политолог. Я занимаюсь исследованиями сексуальности, и в том числе гомосексуальности, и изучаю, как меняется общественное мнение о гомосексуальности и как меняются законы. которые регулируют гомосексуальность. Я осознал свою ориентацию лет в 14, когда произошла первая реакция, да, на картинку. И, собственно, после этого началось изучение своей сексуальности, да, открытие каких-то новых границ своей сексуальности. Ну, знаете так, типа вроде тоже не подозреваю, но тут как-то чуть-чуть больше сомнений. Привет, меня зовут Леонид. На удивление, свою сексуальную ориентацию я начал осознавать уже в младших классах. Я понимал, что, например, держать мальчика за руку мне приятнее, чем девочку. И с годами это становилось все только... Я вот думаю, что он является геем. Знаете, так подобрали, что типа якобы ни хрена не похож. Я думаю, у них была такая вот задача. Не все, я уверен, не сразу. Это стереотип, что если гея, то это сразу только вот так, вот и вся. Ну, то есть ни хрена. Сильнее вот это вот эмоции, влечение. Я всю жизнь это отвергал, отрицал, пытался измениться. Но ничего не получилось. Вот. Всем привет, меня зовут Василий, мне 26. И я очень творческий человек. Ну, ясно, что он мог сейчас соврать и так далее. И, блин, знаете, тут такая вот позиция. Хрен поймешь на самом-то деле. То есть вроде ни о чем не сказал. Просто, ну, там, мне понравилось держать мальчика за руку. Блин. Ну, вот как-то вот... Я веду свой инстаграм, перевоплощаюсь в различные образы. Так как я учусь на психолога, поэтому мне именно есть что сказать. Начал ютуб свой вести, где я разговариваю на психологические темы. Осознал свою ориентацию осознанно, скажем так, где-то в 22 года. А вообще узнал об этом лет в 7. Давайте будем открытыми. Мы все смотрели порно и гадали, на кого встанет, на девушку или на мужика. Встал на... Нет, я так никогда в жизни не гадал. Не было у меня такого, чувак, без обид. Нет. Мужика и всегда встает на мужика. Собственно, все, мне больше нечего сказать. Всем привет, я Саша, и я пидарас. Ну, как-то так сказал Саша. Сидишь ты, конечно, очень так. Но слово, мне кажется, даже тех, кто гей, называть себя пидарасами не станут. У меня такое, конечно, впечатление. Мне кажется, это слово им, как минимум, не нравится. Ну, мне 19, я учусь на архитектора. Сексуальную ориентацию я осознал достаточно поздно. В 16 лет мне просто никогда не интересовали отношения. А вот мне кажется, вот он, возможно, первый актер. Ну, блин, что-то я мало верю в то, что гей назовет себя пидарасом. Мне, конечно, простите, но... Ну, нет. Не было никаких школьных влюбленностей. Когда я задумался о том, что я тут один такой, без отношений, и почему мне не нравятся женщины, начал просто искать ребят на Тиндере, на других социальных сетях, просто пробовать и как бы... Не верю ему. Вот правда, вот как он говорит, вообще не верю. Вот я бы первым его выкидывал бы, проверил бы. Может быть, он такой реально по себе, но не верю я ему. Осознал, что действительно, ну, мне нравятся парни. Вот поэтому как-то вот что-то даже хочется верить. Вот поэтому вроде... Вот ему я не верю. Привет, меня зовут Джейден. Я работаю моделью. Вот. Свою ориентацию я осознал позднее, наверное, всех присутствующих. В прошлом лету. Я с лучшим другом поехал на Кипр. Мы с ним дружим уже 16 лет. Начиналось все с безобидных шуток. Он даже тоже как-то ржет. Вот этому тоже я не верю. И простая какая-то глупая ревность к друзьям. Ну и, собственно, на Кипре это и свершилось. Как бы все. Привет. Не верю, ни о чем не сказал. Понимаете? То есть я вот беру... Ну, по первому кругу, вот сейчас это тоже скажет, вот эти вот двое, вот прям максимально мне подозрительные. Возможно, я ошибаюсь. Но вот по первому кругу прям мои ставки вот стоят только на них. Дальше посмотрим. Привет. Меня зовут Андрей. И сегодня я делаю камин-аут. У меня знает очень узкий круг людей. Ну, я думаю, конечно, окружение, коллеги догадываются. Но, тем не менее, открыто я так никогда в этом не заявлял. Работаю я в творческой среде, на телеке. Основная моя работа – это видеомонтаж. Обращайтесь, если что. Вот, снимаю как режиссер клипы. И еще пишу песни. Спасибо. Ему верю, оставляю пока. Кто, по вашему мнению, является натуралом? Давайте эту двойку – Александр и Джейден. Мне кажется, молодой человек в синей футболке натурал. Просто не умеет играть. Нет. Мне кажется. Так, а вот я бы как раз выбрал Ивана. Меня очень передернула от слова нетрадиционная ориентация. А от слова пидорас тебе не передернуло, да? Я пытаюсь просто избегать этого слова, потому что если мы... Дмитрий, а слово пидорас тебя не передернуло? Нетрадиционная ориентация тебя передернула? А от другого слова, то есть тебя, наверное, там как-то ухо заложило в одну сторону или что? Изучим все-таки, да, историю нашей страны, историю сексуальности в нашей стране. И культуру. Ну, даже для начала можно Пушкина почитать. Тоже письмо Вигелю. Да, и вы все увидите, что гомосексуальность в России всегда была. Сначала скажу, что я не то, что плохо играю. Просто я очень волнуюсь. И это, наверное, заметно. Но я все-таки склоняюсь в сторону Андрея. Мне просто так кажется, что он больше всех напоминает Натурала. Ура. Он больше всех, знаете, кого мне напоминает? Фильм «Мальчишник в Лас-Вегасе». Вот сейчас смотрю, что тут соличент. Вот прям я тоже хотел сказать. Помните «Мальчишник в Лас-Вегасе»? Там был чувак этот в очках. Вот прям вообще слизанный копия, согласитесь. Вот чувака в очках. Там он один такой был. Видно, сразу поймете, кто это. Так же, мне тоже кажется, что это Андрей. Потому что, во-первых, внешний вид. Капец, какой он мне похож на этого актера. Вот вообще. Напишите в комментариях. Во-вторых, ну вот есть что-то такое натуральское. «Мальчишник в Лас-Вегасе». Меня смутила реплика первая, когда первый круг пошел твоя. Про то, что смотреть порно и гадать, на кого встанет. Ну, не знаю. У меня такого опыта... Это когда мы определялись. То есть, когда мы еще не знали, кем стать, мы пытались как-то вот понять. Я на своем, на основе своего опыта я такого, как бы у меня такого не было. Ну, у меня было. И меня смутила вот ваши обои реплики по поводу того, что самый натурал здесь он. Поэтому, ну, давайте Леониду. Нет. Я свое предпочтение отдаю Василию. Соглашусь. Короче, Александр и Джейден, мне кажется. Посмотрим. Возможно, и, конечно, я могу ошибаться. Но вот по первому кругу, вот прямо они мне максимально вот как-то выделились. Вот как-то, ну, очень интригующий. Этот ни о чем не сказал. Типа, я что-то только поехал с другом, и вот сразу я вот за... Как-то вообще история такая какая-то... Мало верится. Прям вот как-то вот вообще. Тот назвал слово, не буду снова повторять. Интригующе, волнующе, правда. Каждый же из нас определялся как-то. Пипидостром назвал. Мы не сразу поняли то, что вот мы геи. Во-первых, все должны иметь девушку. Все должны быть гетеросексуальны. Это все-таки имело какое-то влияние на нас в детстве. И мы пытались как-то разобраться в этом. Правда же? Я тоже за Василия, особенно вот последняя его реплика сейчас меня еще больше убедила. У меня не было такого опыта, я себя осознал довольно рано. Ну, то есть, это какая-то очевидная вещь, которая была во мне. Ну, все, короче, сейчас любого, кого не сливаете, вы промажете. Ну, это мое мнение. Вы проголосуете против одного из кандидатов? Ну, реально, все мимо. Леонид. Один. Иван. Один. Василия солью, да? Ну, все. Да, камон, ребят. Василий, покажите вашу карточку. Ну, гей. Даже поиграть не дали. Неинтересно с вами, ребят. Я же говорю, бля, взялись. Ну, блин, тут, окей, да, я хочу дойти до конца, чтобы хотя бы тут, чем, был прав. Вот прям вот очень хотел бы, чтобы был прав. Он даже не удивился такой, знаете, такой, ммм, минус один пипидастер. Ну, по его словам. Хочу, чтобы люди подписывались на мой инстаграм, на мой инстаграм. Мне будет очень приятно, потому что это для меня развитие, и спасибо большое всем. Блин, не разглядели они. Давайте по второму кругу сейчас поймем еще раз. Как реагируют окружающие, когда узнают о вашей ориентации? О, давайте, интересный вопрос. Начнем с Дмитрием. Интересный вопрос. Что такое окружающее? В большей степени, да, я открываюсь тем людям, с которыми я взаимодействую ежедневно. Я же не прихожу всем и говорю, здравствуйте, меня зовут Дима, и я гей. Но сказать какие-то вещи отличные от гетеросексуальности для меня не проблема, в общем-то, в любой аудитории. На самом деле сегодня также состоялся и мой камин-аут, потому что до этого я говорил в основном только у себя в блоге, и плюс знает несколько человек из моего ближайшего окружения. Я также не хожу, не кричу направо-налево о своей ориентации, но вот однажды случилось буквально этим летом неприятная история. Я со своими племянниками пошел купаться на речку. Ничего не подвещало беды, казалось бы, но деревенский народ, он прочухал о том, что у меня есть аккаунт, кто я, и стали просто жестко меня стебать. Я, конечно, считаю, что вел себя достойно, все закончилось благополучно, тем не менее, в большинстве случаев это непонимание, что ли. То есть как такое может быть, почему? Ну вот так. Негативно реагируют только прохожие, возможно, когда мы идем вдвоем с парнем. Если мы говорим про моих одногруппников, то я считаю, что они не должны знать, с кем я встречаюсь, с кем я сплю. А, то есть типа когда мы идем вдвоем с парнем, негативно, то есть прохожие как-то понимают, да? То есть по твоему мнению, прохожие понимают, когда ты идешь с парнем, и негативно реагируют, а одногруппники даже не знают. Ну, вы понимаете, абсурд вообще, абсурд его слов. Это вообще вещи, которые... И второй такой махает, да, да, да. Я считаю личными, но я никогда не скрываюсь, я вообще на посвятиях. То есть в первый месяц, когда я поступил на свете, пытался склеить парня. Я не скрываюсь, но одногруппники не знают, но я не скрываюсь. Ну, там было безуспешно, все. Честно, я очень удивлюсь, если он окажется реально геем. Я очень удивлюсь, прям, ну, очень удивлюсь. Потому что в моей голове несостыковок до хрена лично по нему. Если мы говорим про старшее поколение, конечно, негативно. То есть, когда мама узнала, она достаточно негативно отреагировала на это. Но потом извинилась. Ну, на самом деле, мало кто знает об этом. Но была такая история. Я тоже снимаю тикток, и меня узнали. Подошел маленький мальчик, он был с родителями. Он со мной сфотографировался. Потом подошел к родителям, они спросили, кто это. А что ты снимаешь в тиктоке, что к тебе подошел маленький мальчик, чтобы сфотографироваться? Вот тоже такой бред несет. Он сказал, что это тиктокер. Он доставил телефон. А то мое первое видео было, где мы с другом на лавочке за руки держимся. Вот. И потом такая реакция, такой взгляд был. Ну, вообще неприятно. Бред, сливать эту двойку прям вообще. Пусть я буду тысячу раз неправ. Ну, первое, что вторая история. Прям меня аж выворачивает. Я вот прям чувствую эту ложь. А касаемо подруг? Блин, с ними попроще. Их парни спокойно реагируют на то, что я с ними гуляю. Они мне доверяют. И вообще-то очень классно. Сливайте их, пацаны. Поймите хотя бы. Неделю назад я ездил к маме. И наконец-то проговорил с ней этот вопрос. Я как бы понимал, что она догадывается. И, в общем, она давно уже это приняла. И он сказал такую фразу. Ну, мне деваться не будет. И, в общем, сейчас я думаю, что... Особо с точки зрения отношения ко мне, моего окружения, моих каких-то знакомых, друзей... Олег, ничего не изменится, потому что... Ну, потому что внутри такое у меня состояние сейчас, уверенное, наконец-то. Я проделал большую работу за последние полгода внутреннюю. Вот. Знаете, я вот с возраста начал сознавать, что лучше иметь друга гея, ну, адекватного, нормального, чем традиционной ориентации. Ну, гнилого просто до глубины души. Чёрстого, двуличного и так далее. То есть у меня вот вообще нет какого-то отрицания. И раньше, может быть, не было. Но раньше, наверное, было больше недопонимание, чем отрицание. Сейчас я понимаю, что все мы люди, каждый имеет право на свою какую-то жизнь, на своё какое-то мнение, отношение. Ну, вот правда, вот я больше... Вот если был бы выбор дружить с традиционной ориентацией, ну, вот оно будет непонятное, двуличное и так далее, либо пусть у тебя будут друг гей, но он будет реально другом. Выберу, не задумываясь, второй вариант. Были, конечно, истории, когда на почте, да, я стоял, там какой-то бланк заполняю. Ясно, что как бы вам никто так не поставит прям право выбора в жёстких рамках. Ну, я просто, хотя бы, приоритеты вам расставил. Лично свои. Ну, я стою в наушниках, и этот чувак стоит справа от меня, что-то говорит. Я понимаю, что это мне говорится. Я снимаю наушник, и он такой, типа, отойди от меня. Меня от таких, как ты, потряхивает, он сказал. И я говорю, ну, если тебя потряхивает, выйди, и всё. Люди, которые меня знают, им нравится то, что я не скрываю. Им нравится то, что я... И мы тоже верю. Даже в этом деле я такой же смелый и свободный человек, как и в остальных. Время выдвигать кандидатов. Дмитрий, начинайте. Слечь этого Александра Джейдена, блин. Я продолжаю голосовать за Ивана. Извини, ничего личного. Я, наверное, тоже проголосую за Ивана. Всё-таки почему-то складывается такое ощущение, что он гетеро. Вот. Я по-прежнему ничего не понимаю. Но эта половина меня смущает. В этой, как бы, ладно. Вроде я верю людям. А вот давайте Ивана. Давайте Ивана. А мне кажется, Дмитрий сидит так развязанно. Там вот, ну, очень сидит так. Очень так сидит. У меня есть тоже Ивана. Какую-то хрупость. Потому что при всей такой внешней атрибутике, скорее всего, это гетеро. А я так не думаю. В начале думал, что чувак из «Мальчишника в Вегасе» на самом деле. Говорю, бляха, муха. Я ж вам... Я говорю, что вы реально? «Мальчишники в Вегасе». Ну, кому ему дублёром сниматься? Ну, просто вот. Ну, кто смотрел фильм, согласитесь. Ну, я такой вот прям схожести вот давно не видел. Блин, натурал. И поперечный тоже. Вот мне кажется, что... Поперечный. Ну, вот здесь я Даню поперечного не увидел. Ну, окей. Он очень красиво и слаженно говорит. На самом деле, он тоже меня очень смущает. Потому что это как человек разбирает. Мать, блин, ну, ладно, «Мальчишники в Вегасе». Ну, поперечный. Да, да, да. Очень красиво и слаженно. Не верю. Вот мне кажется, он гетеро, да. Ну, опять мимо, пацаны, мимо. Время голосования. Что там, что там мимо? Это лично моё мнение. Ну, мы слили её. Дмитрий. Голоса разделились поровну. Участники и кандидаты могут задать друг другу дополнительные вопросы. Вот такой вопрос, на который, наверное, должен знать ответ любой гей. На каких сайтах, приложениях знакомятся обычные геи, например? О, согласен, согласен. И сейчас и тот, и тот ответят. Стоп, удовольствие. Смотрите, всё начиналось в нулевые, наверное, с блюсистом. А сейчас что у нас с вами? Хорнеты, гриндеры. Всё, ну, сразу гей, видно. Было очень классное приложение Чаппи. Жалко, они его удалили. У меня всё по классике. У меня директ Инстаграма, и всё. Хорошо, давай такой вопрос. Нет, давай другой вопрос. Назови... Это же, то есть, ну, Поперечный мне тоже не вызывал сомнений. Он даже прямо сейчас какие-то назвал приложения. Я верю к тому, что он говорит. Я не знаю ни одно приложение. Ну, так просто не придумай. Давайте так вот. Приложение Мамбуду и приложение Кишбата. Что это? Ну, то есть, ты ж такой не ляпнешь, просто балды. И три-четыре крупных гей-клуба России. Я не хочу тебя разочаровывать, но я не хожу по клубам. Я домосед. Я просто не знаю. Перейдём к повторному голосованию. Ну, блин, странно. Вот тут сейчас скажу странно. Вот я сейчас прям уже даже немножко засомневался в первом. Ну, вот за белую футболку я вот прям как-то вот вообще нет. Блин, ну... Мне кажется, блин, мог бы интересоваться, где тусят такие ребята. Вот правда. Ну, Дмитрия точно не сливайте. Отлично. Давайте проверим Иван. И... Готовы, деточки. Угадали? Ну, конечно, я натурал. Ну, ёлки. Все, ладно. Я же говорю, вот по его ответам, первое и второе, у меня уже прям смутило. То есть, если еще те как-то ответят. Вот этого блондина еще, проверьте. Если мы... Ой, блондина в белой футболке. Вот если выбирать между этим Джейсоном и этим белым, вот он прям вот его слово пипедастер мне прям ударило в ухо. А здесь реально сам спалился. Красавчик, он его четко вычислил. Первые сайты он ничего не сказал. А его вопрос такой не задавали. Клубы, вот реально, ну как это? Я уверен, что человек, который нетрадиционной ориентации, он должен знать хотя бы, где можно таких людей чаще всего встретить. Сайты знакомств. Тут прям вообще по полочкам раскидал, согласитесь. А этот, я обосрался. Да, мне просто нравится. Я такой человек, я люблю яркие фактурные вещи. Всегда таким был с детства. Абсолютно толерантен, абсолютно человек 21 века. Поэтому как-то так, удачки вам, ребятки. Красавчик. Поперечный рассекретил. Давайте-то блондина рассекречивайте. Ну он сам себя слил реально. Первый стереотипы, связанные с вашей ориентацией, раздражают вас больше всего. Первый стереотип это хватит навязывать свою ориентацию. Невозможно навязать сексуальную ориентацию. Я вырос в обычной семье. Почему-то не получилось навязать мне стереотипы. Почему-то мне тоже сейчас так уже кажется, что, наверное, если прям уже так это все пошло, то просто навязать... Ну никак не навяжешь. Только если человек что-то сам в себе не переосознает. Либо не переосознает. Ну типа все. ...обычной семьи. Следующий стереотип, что это психическое отклонение. Это вообще классика жанра. Мне поступают такие письма просто десятками. Я пробовал и объяснять, и приводить какие-то научные доказательства. До людей, к сожалению, невозможно это донести. Хотя я скажу такой момент. Я помню, как смотрел один выпуск. Есть же люди как-то... Люди секс называются. Как-то так. Которые... Вот они родились вроде женщина, а мужик. Ну типа женские органы половые, а лицо там щетина и так далее. Прям голос мужской. И наоборот. Родился типа а-ля с членом. Но при всем этом прям женщина-женщина. Это, по-моему, как-то называется... Напишите в комментариях, как-то секс-люди называется. Что-то такое. Это когда вот реально вот природа не определила вот пол человека. То есть и не мужчина, и не женщина. Вот есть такие люди. Ну я бы сказал, наверное, в целом никакие. Потому что, я говорю, я достаточно в адекватной среде нахожусь. Я бы скорее сказал, что... Не верю ему, правда. Вот не верю. Возможно, меня раздражают стереотипы, которые на подсознании у тебя самого есть. И ты стереотипно сам мыслишь. Условно говоря, что вот как мы выгнали Ивана. И почему мы могли не предположить, что он не натурал. По тому, как он выглядит. То есть это стереотипное мышление. И то есть такие подсознательные вещи, когда ты смотришь на человека и что-то думаешь о нем не так, как оно есть на самом деле. Вот это, наверное, раздражает. Ну у меня один-единственный стереотип. Типа при знакомстве, когда рассказывают, что я модель. А, ну ты же моделька. Вот и все. Типа у всех стереотипов, что все модели, они ЛГБТ. Пока я его оставляю, реально. Между ними двойки я его оставляю. То есть я за собой знаю, что я могу где-то интонировать как-то. По мне, в общем, можно определить. И был период времени, когда я дико хотел всем показать, что, мол, нет, вот даже с такими интонациями человек, он натурал может быть. Что типа идите вы нахрен со своими стереотипами и так далее. А вот сейчас, в общем-то, никакие стереотипы меня тоже не раздражают и не бесят, потому что пусть будут любые стереотипы, если при этом нет, конечно, какой-то агрессии и брезгливости. И вот то, про что Леонид говорил, гей, он может быть женственный, он может хабалить, он может как-то интонировать, он может быть абсолютно натурален, он может не ухаживать за собой или очень следить за собой. Да, я с ним согласен. Самый, пожалуй, отвратительный стереотип, что гей-прайды – это какие-то парады сумасшедших фрейков, это совершенно не так. И есть разница между прайдом и парадом. Прайд от английского – гордость, когда люди, которых дискриминируют, они выходят, чтобы заявить о себе и сказать о том, что все, хватит. У них появляется гордость. И вот эти прайды, они сейчас, да, в странах Европы, в Америке, это уже такое праздничное шествие, это карнавал, где все все равно не забывают, да, что это история про права человека в первую очередь. И когда я слышу, что прайды не нужны, это немножко, да даже не немножко, это вызывает дичайший подход. Ну, я скажу так, в а-ля странах Советского Союза до этого еще очень далеко. Ну, это реальность, очень далеко. Пожалуй, тот стереотип, который самый отвратительный из всех. Кто, по вашему мнению, не является представителем ЛГБТ-сообщества? Я сейчас склоняюсь к Дмитрию, потому что он человек очень... Ты что, дурак? Ты ему даже задал вопрос, когда какие сайты, блин, тебе все ответил. Ты что? Алло, Леонид? Информационно подкованный. Мне кажется, он на любой вопрос сможет найти ответ. Ни хрена, даже если я попытался бы запомнить, мне было бы очень сложно так быть информационно подкованным. Ты ему задал вопрос, типа, по поводу сайтов знакомств. Как он мог знать, какой ты ему вопрос задашь? И также достойно ответить. Поэтому все-таки склоняюсь в его сторону, что он гетеро. Леонид. Мне очень смутил ответ на вопрос про стереотип, потому что он звучал как-то слишком заученно и слишком банально. Это как будто, ну, как у натурала спросить, какие стереотипы геев бесят в обществе. Когда приходят десятками сообщения об этом, то ты уже начинаешь с какими-то заученными фразами и писать, и говорить. Все просто. Я тоже придерживаюсь Леониду, потому что, вот как сказал Саша, много воды и лед. То есть очень обобщающие факторы вот эти стереотипные. Я бы этого Сашу слил бы, правда. Я удивлюсь, конечно. Потому что у меня именно вот четко с Сашей вот это вот жесткая несостыковка. Ладно с этим, кто там он, Джейсон или кто? Леонид. То есть странная история с другом на отдыхе. Ну, может быть, я просто не такой ориентации. Ну, вот его слово это пипидастер, вот это вот вообще то, что говорил, это Саша. Да, ничего не шагает. Блин, я вообще не знаю. Пусть сначала это будет Дмитрий. Вот реально вынесли тем, что он какой-то умный, он точно не гей. Нет, вообще очевидно, что это Джейден. С самого начала было это очевидно, но поскольку он сидит так красиво улыбается, я не буду за него голосовать. Я так понимаю, что голоса тут в пользу Леонида, поэтому ничего личного. Я голосую за Леонида. Мимо. Дмитрий. Леонид. Леонид, покажите вашу карту. Мимо. Ну, я же говорю, мимо. Хотя он странно, почему он выставлял вообще поперечного, когда тот ответил на его вопросы по сайтам знакомств и так далее. Ну, типа, ну, 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 как-то то ли они необдуманно бывают, ставят какие-то свои оценки и выставляют, то ли я не знаю, что в его голове было. Я его и не подозревал. Почему вы решились открыто говорить о своей ориентации? Он сейчас скажет. Если я хочу, чтобы какие-то изменения произошли в обществе, и эти изменения происходят только благодаря какой-то активности людей, то есть ЛГБТ-активистов, то, наверное, будет правильно, если я какую-то тоже несу частичку, хотя я не люблю какие-то такие, такого рода активизм. На мой взгляд, съемка в данной программе — это еще один раз показать, вот есть геи, вот они нормальные, вот они адекватные. То есть для меня это такого рода активизм, который каждый должен нести свою лепту в изменение отношений общества к геям. То есть у меня вот такой ответ. Мой кумир — это Джейден Смит, я даже имя по паспорту поменял, как у него взял. Вот, и он в прошлом году... Все, вот он начинает фактами говорить, замечаете, вот такие вот Джейден Смит. Я не знаю, кто это, но я не думаю, что он сейчас только тоже придумал так вот. Явил, он сделал тоже коммент-аут и стал вдохновением для меня. Я считаю, просто мы такие же, как и гетеросексуалы, поэтому если такой есть стереотип... Гетеросексуалы тоже, такие фразы в основном гетеросексуалы не используют. В основном гомосексуалы называют, гетеросексуалы и так далее. Обычный человек говорит там, типа, ну я традиционный просто ориентаций. А вот у него спросишь, а ты гетеросексуал или гомосексуал? Он такой, а человек реально какой-то может запутаться, даже не знает, что ответить. Скажет, ну, ну, который обычный, вот этот вот, кто это? Если вы геи, целуйтесь, пожалуйста, там, где я не вижу этого хотя бы. Нет, так не должно быть, и должно быть равенство. Вот и все. Ну, еще недели 3-4 назад я, конечно, не мог себе представить, что я буду делать камин-аут, потому что, ну, я всегда считал, что камин-аут это какая-то не моя история, не моя тема, все хорошо, как бы. Но вдруг что-то произошло. Рутой выпуск, мне нравится. Все, что я вытащил из себя очень серьезное убеждение про себя, оно звучало, я бракованный. И вот когда мы с психологом его убрали, появилась необходимость проговорить вслух. И поэтому заявляю об этом здесь. И я, например, имея мужа, не могу в этой стране оформить отношения официально, да? Я не могу попасть в реанимацию. Я не могу, в конце концов, понимаете, если человек умирает, забрать тело из морга. В смысле? Это он сейчас серьезно говорит? Такие типа правила? В смысле попасть в реанимацию не могу? Что? Да, люди говорят о том, что они там, я не знаю, женились. А почему, как бы, я должен сидеть и говорить, а я не женился, я просто так сижу здесь один и буду сидеть дальше. Нет. Соответственно, никто не говорит, да, каждый раз о том, что вот, мы геи, нам нужны там какие-то дополнительные права. Мы рассказываем точно такие же истории из жизни, точно такая же бытовуха, да? Но на этой стороне отношений, да, немножко другой расклад с точки зрения пола, прописанного в паспорте. Начиная с Саши, выскажите свои подозрения. Последить этого Саши. Можно я подержусь? Я не знаю, честно. Он и дурочка, сижу. Я послушаю Дмитрия, а потом, может быть, подумаю, что он скажет. Сдержает. Я думаю, что это Дмитрий, он очень много знает информации, просто это, наверное, связано с твоей деятельностью, как раз, потому что ты общаешься с этими людьми и видишь эти наболевшие моменты. Вот, и я думаю, что это действительно ты. Да, тоже мне кажется, что Дмитрий просто какой-то, ну, состоит какой-нибудь активистка ЛГБТ-организации. И если это так, то ему огромный респект. Нет, это Саша, мне кажется. Ну, я удивлюсь. Правда, я очень обломаюсь. Если Саша окажется геем, а Дмитрий окажется не геем. Вот, правда, я вот вообще, типа, там, да бляха-муха, да как так скажут, а? Он вот сам кивал на Джейдена, но поскольку я не хочу, чтобы Джейден оказался натуралом, то выверу Дмитрия. Понравился? Я продолжаю голосовать за Джейдена, потому что я не отрицаю того, что месяц назад можно понять что-то. Я ни в коем случае не отрицаю, не говорю, что там. Ну, просто на данный момент в эту историю я не верю. Бля, ну не сливайте поперечного. Раз, два. Ну, все. Два, два. О, давайте. Блин, понимаете, ну тут в белой футболке, если он является, скажем, традиционной ориентацией, он мог бы спокойно кого-то слить. И убрать минус одного. Но он этого не сделал. Вот это очень странно. Либо лоханулся, либо сейчас же должны быть какие-то вопросы, которые должны выводить на чистую воду. Давайте, интересно. Садать друг другу дополнительные вопросы. Давай. Окей, хорошо, расскажи нам о своем первом сексуальном опыте. Мы тусили всю ночь в клубе. Это был на Кипре. Мы обошли много клубов. Мы ушли в три часа ночи, потому что нам почему-то не доставляло удовольствие там тусить. И мы пошли в номер. А в каком году ездил в Кипре? Это в прошлом году было. У меня фотки в Инстаграме есть. И там только друг везде. Друг-друг-друг. Давайте тогда Man.com. Что это за сайт? Не знаю. Ну, Man.com, знаешь? Что, порносайт? Ну, да. Это, по-моему, самая известная порно-студия. И, ой, что это такое? Ну, комикс, комикс какое-то. Нет, 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 нет. Ну, это рисованные элементы все вот эти. В смысле, почему не совсем? Ну, это именно категория аниме. Ну, рисованные же. Этот, наверное, мог просто выучить, что есть какой-то там сайт порно. Этот вообще. Саша, этот вопрос, типа, так пытался отвести от себя взгляд. Не верю ему. Ответил, клево. Боже, все. Я не хочу играть. Саша, типа, знаете, он же ж мог выучить какой-то там порно-студия. Сайты, и вот он... А это что за сайт? По вторному голосованию. И там, и там мимо. И там, и там гей. Джейден. Голоса снова разделились поровну. Двоих выкидываем. А, это, возможно, у него была такая тактика. И по факту, и там, и там гей победил Саша, да? Значит, что игру покидают оба участника. Дмитрий и Джейден. Пожалуйста, откройте ваши карточки. Все. Гей. И там тоже гей. Серьезно? Все-таки не гей? Бля, Саня, ёпсель-дропсель. А что ты так, бля, что-то... В смысле? Что ты себя пипидастром называешь? Что ты тут, блин? Твою мать. Ну, серьезно? Как так получается в его голове, типа... Ну, люди на меня, когда я с парнями иду, реагируют хреново. И меня все замечают. А в универе, бля, никто не замечает. В смысле? What the fuck? Не, я говорил, за него тоже как бы моменты были странные. Ну, этот в белой футболке для меня был более странный, чем этот, кто там, Дейден, Мейден. Что, типа, там, поехали просто отдохнуть, и вот, капец, я это пол... Для меня тоже это странно было в таком-то возрасте. Ну, думаю, ну, может быть, я как бы не такой. Может, там, прямо вот, бац, в 25 такой. Что-то мне мой Сереженька нравится, другань мой. Конечно же, я натурал, да. Ну, на самом деле, это были правдивые фрагменты, поэтому ребятам было сложно понять, так это или нет. А у меня есть знакомые ЛГПТ-сообщества, которые причастны. Вот, сам я натурал, нейтрально... Ну, Саша этот, конечно, нет, одет, все, блин, ну, эти вот... Его какие-то высказывания, не знаю, ребят, возможно, они только меня сбили. Возможно, вы прям сразу поняли, что Саша, типа, является реально геем. Ну, я прям очень удивлен. Ну, очень удивлен. Я уверен был, что это точно не этот, не мальчишник в Вегасе и не поперечный. Я сразу говорил, что, возможно, кто-то между ними двумя. Ну, если между ними двумя бы я выбирал, ну, точно бы Сашу сначала бы хотя бы слил. А я начал удивляться, ну, с хрена ли он оставляет? Ну, типа, слий кого-то. А он не сливать. Я думал, что у него же тактика такая, сразу двоих слить и победа. Нет, вы смотрите, как оказалось все. Нет. Ну, что, если какая-то гетросексуальная... Гейм. Сам мы работаем моделью. Еще расскажу, если что, зовите. Извини, что я зачаровал. Вот думает, бляха-муха, так понравился, да? Ну, не судьба, Андрюха. Так, в сегодняшней игре проиграли те, кто вдавался за кого-то другого. Вы можете поделиться своими мыслями об игре или сказать финальное слово. Геи вокруг вас, вы считаете, что их рядом с вами нет. Это неправда. Я так не считаю. И чем больше вы будете говорить и принимать людей с комплексальной ориентацией, тем больше клевых друзей вы найдете в своей жизни из числа сообщества. Поэтому... Я помню, у меня был как-то момент, даже Снежка знает, когда нас пригласили в какой-то игровой клуб. Как сейчас помню. Сидим как-то в компашке такой общаемся. Там я, жена. Еще туда не было женой. Как бы еще ребята. И подходит ко мне чувак один. И говорит, не хочешь поиграть? Ну, в плане... А там была VR, как бы комната этой стрелялки. Я говорю, да мы пока общаемся. К нему подходит еще один сзади чувак. Говорит, что? Я так беру, его за талию обнимает. А кто это? Познакомишь меня? Говорит, вот хочу его взять, показать. А вы знали? Типа, это вот мы эту игру придумали. Это мы создатели. Говорит, может пойдем поиграем? Я говорю, не, не. Говорю, ребята. Я говорю, ты... Я посижу, пообщаюсь. Ну, ладно, если что, подходи. И они так бац-бац за ручку ушли. Я такой, типа, ого. Вот это было бы такое вот прям активное... Не знаю, как бы... Не то, что знакомство, но так было прям аж так напористо ко мне. Не знаю, вроде бы сидел обычно. Не подавал какого-то вида. Ну, прям что-то... Давайте поменьше гомофобии. Это не наша, не российская вещь. Такое у меня было. Поэтому любите всех окружающих и цените всех людей, которые есть рядом с вами. Мне хотелось бы извиниться перед ребятами, которых мы выгнали до. Плясали, ну ты, конечно. Я рассчитываю, что по-другому, конечно, все сложится. Что мы раньше мы идем. Но я хочу сказать, что на мой взгляд, людей вообще не должно волновать с кем, как, почему я занимаюсь сексом. Не в том плане, что я тут закроюсь все в квартире и буду только там сидеть. Я думал, просто так оделся, значит, что-то спутать. Я гуляю где-то, если нахожусь в обществе, в компании друзей. То есть это никого не должно напрягать и вызывать вопросов. Это моя личная жизнь. Она касается меня. Может, мы близкого круга общения. И все. Я хочу сказать, чтобы реально было равенство и не было такого безумия, чтобы запрещали какое-то там морожное. Потому что там есть какие-то намеки. Это реально бред. Потому что мы все люди. И мы рождаемся какими рождаемся, становимся какими становимся. И надо уважать. Главное быть человеком. В этом плане я согласен. Если вдруг вы испытываете какую-то неприязнь, какую-то врезгливость, что-то негативное в сторону гомосексуальной ориентации, то знайте, что проблема не в геях. И не надо к ним с этим лезть. Вам нужно разобраться внутри себя. Спасибо. Прикольный выпуск. Не спешите судить человека или навешивать ярлыки, как следует его не узнав. Сегодня вы доказали, что любые предпочтения – это личное дело каждого. Спасибо, что приняли участие в новом выпуске «Свой и чужой». Прикольный выпуск получился. Хотя вот с Аней, блин, я прям, ну, вот, прям аж хотел его слить. Думал, вот я попал. А тут хрен там. Ну, Джейсон или как его там звали. Был тоже у меня он такой в предпочтениях. Но вот так вот. Вот, вот так вот, ребята. А первый сам уже вспалился, когда уже задали вопросы, где знакомишься, сайты какие-то. Он вообще ничего не ответил. Он инстаграм и все. И там уже тоже заподозрил. Ну, вот так вот, ребята. А вы как сразу догадали? Напишите в комментариях. Или тоже все-таки на ком-то запутались? Подписывайтесь на лайв-канал. Пишите комментарии. Ставьте лайк, если вам нравится это шоу. И увидимся очень скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.